Мужики и дамы, я всех приветствую. В этом ролике я расскажу о стримерах, которые получили в патче 12.12.30 свой личный итем в игре, предметы которые нужны будут по итогу для квеста коллекционер, чтобы забрать капу. Также у некоторых из них у меня получилось взять комментарий на тему, почему был выбран именно такой итем, а не какой-нибудь другой. И перед началом рассказа я хочу поблагодарить всех стримеров, которые ответили мне и рассказали за свой выбор. Ну и все ссылки на ребят на их каналы, которые будут помянуты в ролике, я оставлю в описании. И последнее. Это уже третья часть по стримерским предметам, если ты не видел две предыдущие, ссылки на оба ролика также будут в описании. Погнали. Пропуск Нойз Гай. Американец, настоящее имя Нолан. Делает новостные ролики по Таркову. В описании о себе пишет. Корреспондент новостей города Таркова. Лидер культа, клоун на неполный рабочий день. На одном из англоязычных сайтов нашел он небольшое описание этого предмета. Пропуск посвящен способности Нойз Гай всегда собирать воедино фрагмент информации от Баттл Стейт Геймс и расшифровывать ее, а также делать прогнозы для других членов сообщества. Я написал Нойзу в Дискорде с вопросом че кого и как оно, почему именно пропуск, он мне ответил, цитирую. Я ничего не выбирал, это было на самом деле полной неожиданностью. Да, как оказалось, бывает и такое. На Твиче Нойз собрал вокруг себя 9100 фолловеров. На ютубе 130 тысяч подписчиков. Бронежилет Дисреспекта Гершель Гайбин 4, 1982 года рождения. Американский стример, которому удалось приманить на свой ютуб канал более 4 миллионов человек. А на Твиче Дисреспекта забанили, в 2020 году по необъяснимым причинам. Забанили и удалили канал. Начал свою карьеру ютубер с Call of Duty. Именно по колде в январе 2020 года был залит первый ролик на ютубе. Набрал подписчиков благодаря таким играм, как H1Z1, батл рояль какой-то. Пока я не прочел информацию о Гайбиме, вообще не знал о существовании такой игры. Далее перешел в PUBG, а затем в Call of Duty Black Ops 4. 5 февраля 2018 года, после небольшого перерыва в стриминге, он вернулся и собрал 388 тысяч одновременных просмотров. 388 сука тысяч. Дяденька конечно мега популярный. А в августе 2020 года ему удалось собрать на стриме в пике более чем 510 тысяч зрителей. В 2017 году получил награду стример года. В 2019 году награду популярный игрок. И в 2021 году снова взял награду в категории стример года. Созданный образ дизреспекта, который сидит на стриме в очках в черном парике с усами, в черном или красном бронике, похожего на героя боевиков из 80-х, людям очень зашел. Ну собственно этот бронежилет красного цвета и был реализован в игре. Кстати броник 3 класса, на первых парах после вайпа вообще крутая тема. Но то что он красный это один большой большой минус. Просто очень палевный. У меня на данный момент 47 уровень в игре. И за все это время я ни разу никого не встретил в этой броне. Мягкая игрушка Бир Боди. Нарисованная для Энн Юниша. Девчонка 90 года рождения. Зовут Энн. Американская стримерша из Калифорнии. На данный момент на ютубе почти 97 тысяч подписчиков, а на твиче 644 тысяч фолловеров. Когда-то она работала графическим дизайнером. И как пишет стример Педия, первым ее стримом был как раз таки стрим по ее работе. Но на канале ютуба первой ее трансляцией является стрим по игре Outlast. И это было 8 лет назад. А карьеру она свою начинала с твича. Была штатным графическим дизайнером и на стороне увлекалась стримингом как хобби. После года стримов на твиче уволилась с работы и полностью себя посвятила твичу. Ну а потом уже и ютубу. Участвовала в разных акциях связанных с ЛГБТ. Также принимала участие в разных благотворительных стримах. Медведя, которого она выбрала в качестве своего стримерского итема, символизирует ее дружбу с другой стримершей, того же Таркова. Ну и не только Таркова. С Базинда в Зэд Бейм. Очки Джонни Би. Джон Брин Ульямс. 77 года рождения. Англичанин. На ютубе 16500 подписчиков. На твиче 18000 фолловеров. Диджей и продюсер электронной музыки. По данным на 2009 год занял первое место среди лучших диджеев в жанре Drum'n'Bass. На тему игры у него много музыкальных клипов на канале. Кроме этого у него даже есть своя страница ВКонтакте и там же своя группа. И это не фейк. Это он мне сам лично сказал. Но это об этом чуть позже. Ну а вот кстати один из его клипов на тему Таркова. Мне между прочим очень понравился. Трек Lighthouse Party. Реально цепанул сам заценим. Ну и если вы помните как-то велась трансляция на официальном твиче БСГ. И там Джон как раз таки крутил мутил своему зло в этих самых очках. Что в патче 12.12.30 добавили в игру как стримерский предмет. Я написал Джону на почту и он мне ответил и согласился также ответить на пару моих вопросов. Я их вам сейчас зачитаю, но скажу сразу. Из меня англичанин херовый, поэтому я использовал гугл транслит и славку своего знакомого, чтобы мне хоть как-то адаптировать текст ответа Джона. Поэтому сильно не пинайте, ну и для самых придирчивых оригинал текста я выведу на экран. Как вы познакомились с игрой Escape from Tarkov? При каких обстоятельствах? Я впервые увидел игру когда еще играл в Battlefield на Xbox и увидел Сакриэля в одном из его видео с лучшими моментами на YouTube. Сакриэль мужики это тоже стример и тоже из Англии и у него тоже есть свой стримерский предмет в игре. В каком-то из двух роликов я о нем рассказывал. Аспекты скрытности и более медленный темп действительно привлекли меня в то время. Для меня Battlefield и код являются слишком быстрыми и напряженными. Что вдохновило вас на создание первого клипа по игре? Однажды мне пришла в голову случайная идея. Я всегда придерживался довольно пацифического стиля игры в тарков. Избегаю пвп когда это возможно, чтобы улучшить выживание. Поэтому я спамил кнопку не стрелять. Когда у меня появилась идея сделать веселую песню обо всех этих крутых вещах, которые я люблю в Таркове и о той радости, которую мы все испытываем, когда случается вайп. Ну, допустим не все, Джон. Я, например, не испытываю. И мы все спешим за солевыми, газоанализаторами и так далее в ранних квестах. Я просто сделал это для развлечения и попытался внести что-то положительное в сообщество Таркова. Сколько ваших друзей играют с вами в Тарков? Большинство людей, с которыми я играю в Тарков, это новые друзья из сообщества. Никто из моих старых друзей на самом деле не геймер и у них не было бы времени. Хотя я потихоньку привожу людей из Drum'n'Base в Тарков. Мой агент по бронированию диджеев сейчас очень вовлечен в тему Таркова. А также парень, который занимается распространением моего лейбла и мой главный друг по дуэту Сиг Бёрн, который ведет стримы на Твич. И мне всегда нравится играть с другими стримерами, когда у нас есть время, такими ребятами как Пиранья, Иран Фёст, Дэн Эксперт и другими. Я очень удивился, что у вас есть страница ВКонтакте и своя группа там же. Как я уже говорил вам ранее, я думал, что эти страницы были фейками. Можете в двух словах рассказать, что побудило вас создать страницу в российских социальных сетях, как часто вы их посещаете и может ли ваш поклонник из России написать вам туда и ожидать ответ или разговор с вами. За свою карьеру я много работал диджеем в России, поэтому я знал, что важно присутствовать в ВКонтакте, но сейчас я редко им пользуюсь. Твиттер и инстаграм для моих регулярных новостей и переписок лучше всего подходит для этого. Это лучший способ получить ответ на любое сообщение, но я захожу в ВК раз в пару недель. Там слишком много спама, поддельных аккаунтов и пропаганды, чтобы я мог использовать ВК для чего-то еще. И самый главный вопрос. Ваш стримерский предмет в игре? Ультрамодные очки. В таких же очках вы провели стрим на Твиче, который транслировался на канале БСГ. Почему очки, а не например виниловая пластинка или какой-то другой атрибут диджея? На чем основывался ваш выбор и из каких предметов вы выбирали, если они были? А если вы посмотрите на мои стримы на Твиче и на мои диджейские живые выступления, вы увидите, что я ношу эти очки всегда на протяжении многих лет. Так что они своего рода моя торговая марка, идеальный итем для стримерского предмета, который будет представлять меня в игре. Я их люблю, для меня было полной неожиданностью, когда я узнал, что они есть в игре. И это сделало меня таким гордым и счастливым. Одна из самых крутых вещей, из которых когда-либо были сделаны для меня. Я так люблю Тарков и для меня большая честь иметь что-то настолько крутое, как мой собственный стримерский предмет. Если вы посмотрите на мой ютуб, вы увидите много видео, когда я был в России на гастролях в прошлом. Я надеюсь, что однажды мне будет безопасно вернуться. Я люблю эту страну и ее людей. Но я не приеду, пока идет война. Спасибо за добрые слова, удачи с видео. Приветствую всех своих русских поклонников. Джей Би. Маска Глория Си. Турецкий паренек. На момент записи ролика на Твиче собрал почти 188 тысяч человек. На ютубе 17 тысяч. 31 год. Вот что он написал о себе в описании Твича. Я бывший полупрофессиональный игрок в PUBG, который играл на самом высоком национальном и международном уровне. Я люблю фпс игры и в настоящее время стример Escape from Tarkov. Таркач начал стримить с мая 2019 года, хотя первые попытки в стриминге предпринимал с PUBG. До твича работал с детьми, социальным работником. Маску, которую добавили в игру как его стримерский предмет используется у него в качестве логотипа на каналах. Маска кстати красивая, правда в оригинале она красно-белого цвета. В игре же черно-серая. Гладь не стали делать красный с белым из-за того, что слишком заметно было бы с ней бегать, и никто бы просто ее не юзал. Вон например броня красная. На броню хотя бы можно разгрузку накинуть и не так в глаза будет бросаться яркий цвет. А вот ну на масочку ничего не накинешь. Я кстати маску частенько надеваю, нравится просто. Только еще чё-то она не защитила ни разу. Ладно. Видеокассета Проходимец. Это уже наш местный ютубер из России под псевдонимом Нул и с названием канала Проходимец. Я думаю каждый тарковчанин из СНГ на нем знает, ну или хотя бы слышал. Зовут его Стас. На ютубе он сумел собрать 40 тысяч 500 человек. На твиче же шесть половины тысяч пацанов. Первый свой ролик, посвященный Таркову, нового опубликовал три года назад на ютубе. Это гайдик с названием «Что делать новичку». Стас любезно согласился мне рассказать о том, почему была выбрана именно видеокассета. Цитирую. Видеокассета – это атрибут 90-х моего детства. А так как я лютый киноман, эта комбинация самая жесткая. Киборг-убийца – это мем, который родился у меня на стриме, когда я добавил эту реплику в голосовые команды зрителей. А затем и в интро к началу стрима. Всем зашло, мне тоже. Плюс голос Володарского, когда десерт это все заполировал. И восстали машины из пеплоядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер Киборг-убийца Фредди Крюгер – это все-таки мой любимый персонаж, а Киборг-убийца – это персонаж моего канала, проходимец. Я – Нул, а проходимец – название канала. Считай бренд. Было пять вариантов до кассеты. Прошло два года, как я написал разрабам и подал заявку на предмет, предварительно проведя опросы у себя в соцсетях на достойность и выбор предмета. По итогу появилась кассета. Шестым вариантом уже лично от меня. Конец цитаты. Ключ от погрузчика Миссом Дэн – бывший военный, служил в британской армии, почти 8 лет, автомехаником. Работал на легкой гусеничной и колесной технике. Также есть две оперативные вылазки в Афганистан. У него было хобби – это звук и музыка. Работал с музыкальными издателями, звукозаписывающими лейблами и издательскими службами. Является сейчас эмиссаром Тарковом. Сейчас 3800 подписчиков на ютубе и 23800 фолловеров на твиче. Первые ролики, залитые на ютуб, были как раз таки на тему музыкальной проги. Это было семь лет назад. А два года назад был залит первый видос по Таркову. Ну а уже после на канале стали появляться различные гайдики по игре. А вот что он мне ответил у себя на стриме на мой вопрос, почему был выбран именно ключ от погрузчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I'll show you Essentially I'm a car enthusiast This is the real life forklift key Obviously it's not for a forklift I don't actually drive a forklift But it is for a Nissan Now Tarkov's equivalent to Nissan Is Missam Right With an M Not an N Missam So I guess BSG in their infinite wisdom And with their good sense of humour They thought it would be funny To call it the Missam forklift key And that's kind of it really If you want to see the car Which those keys are for Exclamation 350Z Or 350Z Go check it out That's what the keys are for The car But BSG thought it would be funny To name it after a forklift That's where it comes from Okay Да Вот такие вот Разрабы У нас шутники Кто бы мог подумать Ключница Jinjin Нарисованная для девочки Стримера Причем очень симпатичного Стримера Зовут ее Эшли Набрала 9400 подписчиков На ютубе И 187 тысяч Фолловеров На твиче Как и у многих Других Забугорных Стримеров Ютуб у нее Используется Исключительно Под хайлайты Со стримов Основная площадка У нее конечно же Твич Эшли предпринимала Немало попыток Стать известным Стримером Пыталась подняться На Дестине На колге Блокопс 4 В Фортнайте И Майнкрафте Но успеха добилась Благодаря Таркову А вот ее реакция На новость о том Что у нее теперь Есть собственный предмет Новые серьги Для вас Подождите Что Поцелуй меня И мальчиков Подождите Какие серьги Нет Что Вы в порядке Это не серьги Поболтайте О боже О мой серпантин О прекратите Они сделали брелок Пойдемте Они сделали для меня Брелок Счастливый Четырехлистный Клевер Они этого не сделали Да они это сделали О боже мой Я не знаю Будет ли это Я тоже Хорошо Я буду честна Они спросили меня Что я хочу Для своего стримера Много месяцев назад И я сказала им Что хочу брелок Для ключей Брелок С четырьмя листьями Клевера Который вы можете Использовать просто Как инструмент Для ключей Правда Да я не знаю Будет ли это ключ Как инструмент Для ключей Но чувак Это было бы так круто Я думаю Что это была Цепочка для ключей О боже Я хочу заплакать Это потрясающе Вы Вы можете Пойти поплакать там И я собираюсь И я собираюсь Убить инкрустации Я хочу заплакать Это так здорово Книга Рецептов Бэйкизи Стример Из Москвы Зовут Бакир На ютубе Собрал 67 тысяч Подписчиков А на твиче 111 тысяч Фолловеров Раньше Играл в Ксго Валорант И Папка На полупрофессиональном Уровне Сейчас Основной Игрой Является Тарков В пятом Сезоне Рейтинга Занял Четвертое Место По опыту В игре В четвертом Сезоне Тоже Занял Четвертое Место По опыту Является Сильным Игроком И Входит В команду Эвэйджин Борода Бэт Дай Но По лицу Этого Стримера Я думаю Вопросов Не будет На тему Выбора Предмета Для игры Кстати Это просто Покрашенная В другой Цвет Борода Деда Мороза Стример 90-го Года Рождения Из Сан-Антонио Это В Техасе Американец Зовут Кайл Или Бэт Дай Ветеран Пикатинец И квалифицированный Снайпер Служил В Армейской Гвардии Вермонта В течении Шести лет Я Мудак И много Кричу Такое Описание Он дал Себе На Твиче На Ютубе Еще немного И будет 11 тысяч Подписчиков А на Твиче Собрал 117 тысяч Фолловеров Попугай Акселя Геймер Инженер Электронщик В основном Стримит Тарков Но Также Играл И в Ксго Батлефилд И Калл Сейчас The Capital Of Grey Britain Это Если Я Ничего Не путаю Если Что Пинаните В комментах Аксель Тоже Рассказал Почему Именно Попугай Был Выбран Предметом Для него Я Спрашивал Он На стриме Но И тут Короче Пацаны Лоханулся Немного Я Надеюсь Он На меня Не В И Не Знаю Мне Показалось Что Саня Обиделся Немного Аксель Если Вдруг Ты Смотришь Сорян Ни В Коем Разе Ничего Плохого Не Хотел Я Просто Конченный Скопировал Текст И Не Заметил Не Подредактировал Еще Раз Извиняюсь А Вот Собственно Сам Его Ответ Бред Пророк Конечно Помогу Чем Смогу Почему Именно Кулинарная Книга Кулинарная Книга Бакизи Принадлежит Мне Это Откуда Знать Выбор На самом Деле Простой Ты Просто Какие-то Идеи Предлагаешь Накидываешь Идеи Даешь Какой-то Концепт У меня Концепт Будет Что Я Хочу Что-то С Попугаем И Безг Такие Окей И Все И Особо Сильно Они с тобой Как-то Не Контактируют По Этому Поводу Просто Сидишь Ждешь Пока Предмет Появится Никаких Там Правок Изменений Не Ночишь Просто Концепт Даешь Какой-то Они Такие Ну Посмотрим Попугаев У меня Просто Потому что Я очень Люблю Попугаев Мое Любимое Животное Золотое Яцо Мэйр Патрик Мэйр 33 года Из Аксбурга Прекрасной Шваби Бывший Сантехник Банковский Клерк Сегодня Создатель Контента Без Контента Это Он Написал У себя На Твич Канале На Ютубе 33 800 Подписчиков На Твиче 54 100 Фолловеров Канал Ютуба Полностью Посвящен Таркову Других Игр В нем Нет Первая Публикация На Нем Состоялась Два Года Назад На Твиче Тоже Кроме Как Таркова Ничего Нет Ну Собственно Вот Рассказал Обо Всех Поэтому На Этом Все Всем Пока И Удачных Рейдов До Связи Мужики Продолжение следует